Всем привет! Конец августа, начало сентября. Летняя жара, знойная спала. И сейчас впереди еще два теплых месяца для роста наших цитрусов. Поэтому это время, когда их можно пересадить. Все цитрусята уже активно подросли, многие уже переросли свои горшочки. И поэтому сегодня мы запланируем небольшую пересадку. Растения будут пересажены, и у них будет два месяца, чтобы хорошо адаптироваться в свежем грунте, порасти и окрепнуть перед зимой. Давайте посмотрим, каких цитрусят я приготовила к пересадке. Вот, посмотрите, это леметта Дольча Романа с ароматом бергамота. Она находится в маленьком горшочке 0,5. И уже в течение года, поэтому мы ее сегодня пересадим в литровочку. Это вот коламандин. Он отвел, завязал плодики. Возможно, он даже некоторые оставит. Но чтобы он их сохранил, ему необходимо много питательных веществ. А он растет всего лишь в стаканчике 0,5. Посмотрите, корни. Поэтому мы его аккуратно перевалим тоже в горшок литровый, чтобы у него были питательные вещества для развития и, возможно, для сохранения плодиков. Так, и вот последний, посмотрите, это у кореняшечка лимона Пинкеврика. И его действительно уже пора пересадить. Вот такие корни он дал в нижний горшок своей мамы. Вот, и чтобы он дальше пустился в рост в сентябре, в октябре, а креп, мы его сегодня пересадим. Как я составляю грунт для своих цитрусовых? Основным компонентом, который я беру, это грунт Теравита универсальный. Здесь есть лёгкий торф, гуминовые составляющие, песок и немножко перлита. Но на практике чистый Теравита слишком лёгкий и плохо смачивается водой, хотя корни в нём хорошо дышат. Мне хочется добавить в него ещё питательных элементов. Для того, чтобы земля была более витамизированная и имела более структурную составляющую, я беру, ещё добавляю огородные земли или чернозём из-под берёзы. Вот, он придаёт плотность влагой, ёмкость. Здесь много питательных веществ. Чем больше цитрус, тем больше добавляю этого компонента. Для малышей можно добавить совсем немножко. У меня южный балкон и летом очень быстро всё просыхает. И в чистый торф осажать просто невозможно. Это будет постоянное пересушивание корней. Следующим компонентом я беру перегнившие иголочки из соснового леса. Вот тут шишечка. Что они делают? Ну, во-первых, они подкисляют почву, а цитрусы любят слабокислую среду. Ну, и добавляют каких-то питательных веществ. Такие вот иголочки. Наверное, даже высыплю не всю, а половинку. Это как соль, улучшение вкусовых качеств блюда. Так же и в наш состав. Это циолит, донатор микроэлементов. Тоже немножечко, маленький стаканчик. Для лёгкости ещё добавлю немножко перлита. Лава не обязательный компонент. Она донатор ионов железа. Тоже поперчим. И последний компонент, который я раньше не использовала, но сегодня добавлю, это сапропель. Это перегнившие водоросли, ил. То есть считается плодородным компонентом. Ну, и как улучшитель почвы. Добавим тоже. Ну, всё тщательно смешиваем. Такая вот консистенция получилась. Грунт я не прожариваю, потому что у меня очень большие объёмы. Единственное, что перед посадкой за сутки его можно пролить крепким раствором марганцовки для обеззараживания. Ну, а зимой можно вынести на мороз. Это тоже хорошо убивает разные вредители из почвы. На практике заметила, что покупные торфяные субстраты часто бывают с грибным комариком, поэтому обеззараживание марганцовкой приветствуется. Вот такая вот консистенция. Вот, посмотрите, для пересадки я использую вот такие вот литровые горшочки. Они лёгкие, с большими дренажными отверстиями. Очень удобно для малышей. Единственным, наверное, недостатком является то, что они чёрные и могут сильно нагреваться. Поэтому ближе к окну можно их обернуть белой бумагой, чтобы они перегревались летом. Давайте приступим к пересадке. Насыпем немножко вниз на дно. Берём горшочек. Он у нас сухой, густа, прилетён корнями, поэтому легко вытаскивается. Верхнюю часть земли можно немножко стряхнуть слегка, то, что вот заплеснило. Всякий мусор. И аккуратно ставим. Без разрушения это растение мы пересаживаем перевалочкой и по бокам засыпаем. Обратите внимание, обязательно тщательно убираем по бокам, чтобы не было пустот. И не заглубляем корневую шейку. Вот первые корешки должны быть открыты. Иначе вот это самое уязвимое место, оно может загнивать. Ну вот так вот растение пересадили. Горшки на вырост не берём. Вот этот вот в 0,3, значит мы возьмём для него 0,5, не больше. Потому что неосвоенный грунт часто закисает и способствует загниванию корней. Также сейчас на дно насыпем. И сейчас аккуратно будем вытаскивать. Вот видите, из вот таких вот горшочков с большими дырками очень хорошо вытаскивается. Вот, без повреждений. Верхние можно немножко встряхнуть. Вот эту вот землю. Вот, и вот такие корешки. Тоже аккуратно укладываем. И засыпаем. Ну-ну, готово. Смотрите, какой красавчик. Получается. После пересадки цитрусы нужно активно пролить водой. Можно добавить раствор радиофарма. Я добавляю чуть меньше, чем 2 мл на литр. Он улучшает развитие корневой системы. Способствует лучшей адаптации цитрусов после пересадки. Ну и способствует усвоению питательных веществ. Укрепляет иммунитет растения, так как укрепляется корневая система. Вот, перемешаем. Сейчас польем. Сейчас я их активно пролью. Прямо, чтобы потекло. И оставлю в тенечке до вечера. А потом поставлю на места, где они стояли. Грунт садится. Заполняет промежутки между корнями. Вот так вот получилось. И сейчас осмотрю всю остальную свою коллекцию. Намечу дальнейшие пересадки. И, наверное, за сентябрь потихонечку всех по плану пересадим. Продолжение следует...